Первого всех. Да-да, идите, берите, кто не взял. У тебя есть? Идите, бери. Ничего-ничего, потом запомните, будете всегда иметь. Ничего страшного. Ничего. Ничего страшного. Хорошо. В прошлый раз мы говорили на какую тему, кто помнит. Или уже столько прошлых разных уроков, что... Вы помните, что я был у вас? Уже хорошо. Мы говорили на тему иммунная. Вера. Вера говорили, да? Муна и мунная. Да. Принести сюда вверху. Да. Ну кто что еще помнит? Волдомы. Надо было подбирать, где будет проражено. Что подбирать? А, ну это личная история. Ах, сегодня кто-то есть новый. Алиса была в Прохлорад? Да. Не запомню, извини. Никто не приехал еще? Все пока у нас как бы устоявшись. Принцип почти год, ой, год, месяц, так, наверное, так и будет идти у нас. Хорошо. Смотрите, о чем мы сегодня поговорим. Что такое Божье благословение и зачем оно нужно? Вот, смотрите. Когда евреи вышли из Египта, то Бог сказал, что ведет их в ту землю, которая не похожа. Там написано Божье благословение. Можете просто ББ написать, это конечно Божье благословение. Что он ведет их в ту землю, которая не похожа на египетскую землю. И он говорит, египетская земля, она орошалась от дамбы. То есть, она, все сельское хозяйство зависело от рабов, от системы специального орошения из Нила. И он говорит, ту землю, которую я вас веду, она орошается от дождя небесного. То есть, просто с Нила приходит дождь. И знаете, интересно, что мы сейчас живем в современном Израиле. И в мире Израиль занимает первое место по научным всяким разработкам сельского хозяйства. То есть, Израиль самая развитая, продвинутая научно-сельскохозяйственная страна в этом плане. Потому что здесь ничего нет. И здесь настолько евреи напридумывали всего, что это очень как бы так. Но до сих пор, если вы знаете, до сих пор даже вот эта вся современная наука не смогла поменять то, что Израиль до сих пор зависит от дождя. И кто живет в Израиле, когда бывает дождливое лето, вы знаете, что начинается. Что вот, Кеннерит опускается, в новостях постоянно еще на сантиметр меньше, уже до красной линии дошло, уже перешли красную линию. Есть другая красная линия, критическая красная линия. Толпы собираются у стены плача, молятся. То есть, до сих пор, несмотря ни на что, как Бог сказал в самом начале, так и осталось. Израиль зависит от дождя. И вот это очень хорошая иллюстрация Божьего благословения. Смотрите, понятно, когда выстроено все, там дамбы, все, ты можешь из Нива брать воду, из реки. Получается, все зависит очень многое от тебя, правда? Ты можешь уже продумать, как это и что это. Когда дождь, от тебя что зависит? Ничего, от того, что только молиться. Бог может дать дождь, может не дать дождь. Ты не можешь его вытащить из неба никаким образом, при всей технологии современной. И, как вы знаете, есть такой очень важный духовный закон – сеяние и жатвы. Кто такой закон слышал? Кто вообще испытывал в своей жизни, что это рабочий закон, что это не просто так? Что ты посеешь, что ты пожмешь? К чему этот закон можно применить, например? Как к взаимоотношениям, к финансам, к чему? Во всех сферах. Хочешь, чтобы у тебя были друзья? Будь дружелюбный, сей эти вещи. Хочешь, чтобы к тебе были милостивые люди? Хочешь, чтобы Бог к тебе был милостив? Кто из вас хочет, чтобы, кто бы из вас хотел завтра встретиться с Богом, и чтобы он с вами по справедливости разобрался, то, чего вы заслуживаете? Я хочу узнать, насколько я открылся. Трое хотят? Хорошо. Смотрите, я бы сказал так, что хорошо знать. Хорошо, хотела бы ты завтра пойти на суд без адвоката к Богу? Да. Вообще на суд вы хотите пойти? На серьезный суд? Будет. К чему я клоню-то, видите? Не, мы не закидали, мы размышляем. Понятно, к чему я клоню? Но я думаю, что лучше как бы все-таки не судиться с Богом. Я думаю, что... Знаете, мы нуждаемся в Божьей милости каждый день. Потому что наша греховность и наша жизнь, мы настолько несовершенны, что если Бог воздаст нам по нашим грехам, не дай Бог. Но если мы хотим завтра пожать милость, то сегодня мы должны что эту милость сделать? Написано, что милостивые помилованы будут. Аминь. Суд без милости не проявившему милости. Милость превозносится над судом. Видите, тоже закон сияния сжата. Нет, это не просто деньги. Если вы хотите, чтобы Бог вас миловал, когда вы будете ошибаться в своей жизни, когда вы будете совершать какие-то вещи, которые не надо совершать, такое может случиться. Если вы хотите, чтобы Бог так к вам относился, то вы сегодня так же относиться должны к людям. А если вы сегодня, не дам спуску, не дай Бог кто-то что-то не так сделал, ты уже как прокурор такой, ты уже его под расстрел, подвел в голове. Почему вы ожидаете, что вас Бог будет миловать? Если вы кого-то судите безжалостно в своем сердце, то вы так же себя можете лишить милости Божией. Потому что Бог вас любит, Он говорит, каким судом судишь, таким сам будешь судим. Так оно? Вы заинтересованы, чтобы жить в милости Божией? Аминь. Что нужно делать тогда постоянно? Милость под судом. Что нужно делать по отношению к ближнему? Прощать. Прощать. Милостиво относиться к людям. Да. Сейте на будущее. Сейте, то есть засейте много милостью. Засеюйте все вокруг себя милостью, чтобы у вас как бы, знаете, был запас, чтобы у вас сходили через годы плоды милости, чтобы Бог вас миловал, как милостивого человека. Вот. Так вот, есть закон сеяния и жатвы. Но вот возьмем, допустим, структуру сельского хозяйства в бывшем Советском Союзе, она более понятная. Весной что обычно делали? Сеяли, осенью что? Израиль не подходит. В Израиле три раза в год урожаи, разные урожаи собирают, разновидово. У нас было так. Все на картошку обычно говорили, или там еще на что-то. Осенью в колхоз. Я помню, еще когда учился в школе, в институте, там все на зубле в колхоз. Весной садили, осенью собирали. Если весной не посадить, будет ли что-то осенью? Вот такое, знаете, тоже есть понимание благодати, как халява. Господь усмотрит. Ну ты посади что-то, чтобы что-то усмотрел Господь, правильно? Понимаете, вот такое есть понимание. Бог все усмотрит. Он меня любит. Бог все, он не то, что усмотрит, он так все знает. То есть, если вы хотите получить правильные результаты, если вы хотите получить правильные плоды, вам что нужно сделать? Посадить все это в своей жизни. Теперь, почему я все это рассказываю? И какое отношение к Божьему благословению имеет? Вы можете все посадить весной, да? Даже уже рассчитать, сколько вы соберете осенью. Но я помню, когда меня родители заставляли картошку садить, то есть, они уже рассчитывали, сколько это будет там картошки, картошки, потому что я жил в России, в Советском Союзе, и картошка – это был второй хлеб. То есть, сколько на зиму было картошки, значит, семья прокормится. Вокруг картошки уже там всякие квашеные капусты, огурцы плавали, и все, но основная еда была картошка. Вот. То есть, садили столько-то, знали, соберем столько-то. Вот так же бывает в духовной жизни. Люди начинают сеять, ожидают, что пожнут. Но что между весною и осенью? И какой сезон? Лето. А если летом дождя не пойдет вообще, что будет стоим? И что ты осенью соберешь? Вы согласны, что есть то, что зависит от нас, есть то, что не зависит от нас? Аминь? Если мы не посеем, мы в любом случае не пожмем. Если мы посеяли, это не факт, что мы пожнем тоже. Потому что есть еще… Это не механические вещи. То есть, поймите, что это не то, что ты формулу вычислил, как жить. И ты думаешь, что я вот жертвую, я правильно это делаю, я вот это делаю, вот это делаю, значит у меня все это будет. Это еще не факт. Это факт лишь только при том условии, если Бог благословит все то, что ты делаешь. То есть, получается, что мы зависим от наших правильных поступков, но также мы от кого зависим? Мы зависим от Божьего благословения. Вот поэтому вы согласны, что Божье благословение важно поймать? То есть, важно, чтобы Бог хотел нас благословлять. Тогда вопрос, что Бог благословляет тогда? То есть, это, поверьте мне, неудача. Это не то, что там, вау, подфартило, Бог благословил. Это не так. Бог раскрывает в Писании, что Он благословляет и что Ему нравится. И есть разные вещи, которые мы должны знать. Если мы хотим жить в Божьем благословении, то мы должны ходить в правильном состоянии, то, которое нравится Богу. Скажем так, правильное наше состояние перед Богом притягивает Божье благословение. Она как магнитирует Божье благословение. Я уже вам сказал один из... Все, я сдал, я по нему забыл. Спасибо, Саша. Один я уже принцип вам сказал Божьего благословения сегодня. Я думаю, что он чуть ли не ключевой. Это милость. Милость. Я в своей жизни видел людей очень успешных. В духовном плане, в служении. И у некоторых, у них, когда анализировал, я видел, что у них какие-то, знаете, сильные задатки, возможно. Или очень способный человек. Или, может, сильно необычные дары у него какие-то. Я замечал у этих людей всегда огромное наличие милости в отношении этих людей. Они были милостивые. И Богу нравилось их благословлять, несмотря на то, что эти люди совершали много ошибок. Я смотрю, думаю, и это он тут не так сделал, и тут. И тут реально что-то неправильное у него, знаете, какие-то неправильные вещи делают, реально. А Бог говорит, да давай, иди дальше. Понимаете, как бы не то, что он закрывает глаза на неправильные вещи, но он все покрывает милостью и благословляет. То есть, в этом человеке Бога привлекает что? Бога привлекает похожесть его. Потому что Бог милостивый. Бог милосердный. И Иисус говорит, вы должны быть такие же, как Бог. В Нагорной проповеди, 7 глава. Будьте совершенны, как совершение на тесла с небесной. Которое дает и дождь, и поднимает солнце, и над праведными, и над неправедными. А мы же иногда выбираем, да? А он кто-то, а он недостоин, да? Могу, внимание. Или он недостоин, или она недостойна. Если мы начинаем делить на достойных и недостойных, когда мы не проявляем милость, то мы не то, что теряем Божие благословения, но мы входим в сферу, где мы можем, как скажем, это не так, что ты либо имеешь, либо не имеешь. Это как солнце, ты ближе, либо дальше. Либо ты живешь на экваторе, либо ты на Северном полюсе живешь. Понимаете, в Божьем благословении, представьте, что это вот как, да, что это вот солнце. Вопрос, где ты находишься. Ты можешь в эпицентре Божьего благословения находиться. Это нет такого, что либо ты получил, либо не получил. Это не черное и белое только. Это вопрос, насколько ты понял эти вещи, насколько ты живешь в Божьем благословении. Если ты хочешь жить на экваторе Божьего благословения, то тебе нужно хорошо понимать Божьи пути, Божье сердце. Смотрите на Давида, посмотрите. Давид был ли сильно хорошим примером какого-то нравственного человека? Я сейчас не оправдываю его поступки. Он совершил прелюбодеяние, он совершил подлое заказное убийство, продуманное даже можно сказать. И Бог говорит, человек по сердцу моему. Ну, смотрите, то, что он совершил плохие вещи, это не пример для подражания. Самое главное, что он вошел в глубокое раскаяние и понес реальное наказание, ущербство жизни из-за этого. Это не было просто так. Согрешил и пошел, он потерял сына из-за этого. То есть, это было реальное сокрушение его жизни и боль, которая в псалмах отражена, какой он пережил через все эти поступки. Но все-таки это не было какой-то, знаете, на доске почета идеальный христианин, такой лакированный. И там идеальный, понятно, что не был христианин, но просто вы понимаете, что я имею в виду. Но что-то было в Давиде, что Бог говорит, человек по сердцу моему. Нравится мне этот человек. То есть, есть те вещи, которые я хочу благословлять. Настолько он благословлял Давида, что он благословение оставил на его сыне. И даже сын, вводя в идолопоклонство во все, все равно Бог еще был с ним. И царство Давида раскололось только после смерти Соломона. Вы знаете, как Соломон кончил. Конец его жизни был тоже не пример совершенно для нормального человека. У него там было уже тысяча женщин, у него было идолопоклонство, но царство было сохранено, потому что Бог обещал Давиду. И только после смерти Соломона царство израильское раскололось на две части. Расколы начались. Так вот, одно из очень важных моментов, если вы хотите ходить в Божьем благословении, начинайте упражняться. Упражняться каждый день в чем? В чем? Не так, что сейчас мы помолимся. Господи, сделай меня милостью. И все, ты лег на кровати и ждешь, когда Господь меня милостью сделает. Что летишь? Я лежу, тут милостивым становлюсь. Да, вы можете помолиться, и Бог даст вам возможность. Ты говоришь, я хочу посеять милость. Тебе Бог тут же даст возможность посеять, если ты ее не пропустишь. Тут же в твою жизнь придут такие вещи, когда тебе нужно будет миловать человека. А миловать не всем нравится. Особенно, если ты прав. Кто понимает ситуации конфликтные и другие? Я прав. Ты можешь быть прав, а можешь быть счастливым. Выбирай, что ты хочешь. И прав ты, не прав, это еще до конца не ясно. Потому что только Бог знает, кто прав. И вообще, посмотри на свою правильность, не является ли самоправедностью или самоправильностью. То есть в каком-то состоянии. Если ты не в правильном состоянии, ты уже не прав. В любой ситуации, если ты не в правильном духе, ты уже не прав перед Богом. У меня была такая ситуация в жизни, когда у меня был конфликт, произошел с одним человеком в Германии, с пастором. Поверьте мне, он реально был не прав. В той жизненной ситуации, в которой мы с ним столкнулись. Но я был не прав в том состоянии, в котором я находился, моего духа. И мне Бог сказал, как мне нужно поступить в этой ситуации. Я не послушался духа святого. И уехав в Израиль, я год пытался себе объяснить, что я прав, но в себе утвердиться не мог. Тогда, как обычно делают люди, я стал привлекать внешние утверждения. Я беру знакомых, говорю, вы знаете этого, рассказал ситуации, говорят, да как он смел, ты прав. Я говорю, ну вот я об этом и говорю, что я прав, когда понимать, я прав. Да, ты прав. Мы вообще с ним разговаривать не будем после этого, что как он с тобой обошелся. Я утверждаю снаружи все, а внутри Бог не дает утвердиться. В совести не могу утвердиться. Пока не прошел год, я не полетел туда, позвал его, расслабил ситуацию, покаялся, попросил у него прощения. И вот тогда я только внутри себя утвердился. Не снаружи, а внутри. Хотя по многим фактам, по всем фактам, я был прав. Он несправедливо меня обвинил в разных вещах. Вообще, это была полностью неправильная информация. Все было нечестно. Вот так можно сказать. Но я знаю, что это Бог допустил. Он божий человек, Бог допустил, чтобы мне показать, в каком я состоянии должен ходить перед Богом. И я не проявил милости к нему. Я его осудил. Он внутри меня получил сразу четыре высших меры наказания. Сразу в голове был, знаете, там и прокурор был, и расстрельная группа. И судья, и там только адвоката не было. А если мы ходим в духе Христовом, то мы должны быть в каком духе? Мы должны быть прокурором или адвокатом? Это не значит не называть грех грехов, ни в коей мере. Когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние, к нему привели законники, как кто? Как к прокурору, да? Они думали, что Иисуса поймали, да? Помните, они же такие, прямо аж руки потирали. Все, попался. На самом деле ситуация очень хитрая была. Трудно было из нее выкрутиться. Они говорят, она взята в прелюбодеяние. Мы ее взяли на месте. По закону Моисеева нужно побить конями. Что нам сделать? И стоят довольные. Вот Иисус попался теперь. Скажет, ничего не сделать, закон нарушил. Скажет, камнями забить, скажет, где твое учение? Что значит? Давай, понимаете? Радостные аж прямо. Иисус сидит, что-то там пишет, как бы никуда не торопится. Говорит, кто первый из вас без греха? Киньте в нее камень. Все отошли. Как вы думаете, Иисус проявил милость к ней? Закрыл ли он глаза на ее грех? Или он сказал, иди и больше не греши? Видите? Он не закрыл глаза на этот грех. Он не сказал, да, это не грех. Не парься. Что-то там эти тебя приволокли. Религиозники. Все нормально. Благодать. Он проявил милость, которая человека подтолкнула к освобождению от греха. Он сказал, я тебя тоже не сужу, но иди и больше не греши. Видите, Ветхий Завет в лице фарисеев, в принципе, Ветхий Завет, ну как можно сказать, что эти фарисеи исполнили свою роль. Они взяли грешника как закон и привели куда? К благодати, ко Христу. Потому что закон – это детоводитель ко Христу. Это тоже иллюстрация, что в принципе они сделали правильно. Закон, он что сказал? Убить. И они привели к Иисусу. Убить. Они привели грешника к Иисусу. Иисус же не сказал, я тебя не сужу. Когда вы согрешаете, Бог вас не судит и не гневается. Почему? По какой причине? Потому что Иисус Христос взял гнев отца на себя на кресте. Но это не значит, что вы можете продолжать грешить. Это значит, что Бог говорит, что я тебя милую для того, чтобы ты освободился от этого. То есть ты не просто преступник, которого опрощаю. Ты больной, которого хочу вылечить. Так вот, наша милость по отношению к людям – это не значит, что мы грех грехов не признаем. Допустим, против нас грешат, против других грешат. Нет, мы факты признаем фактами. Но мы отделяем нехорошее в человеке от самого человека. Правда, когда в человеке что-то нехорошее, мы этого человека, он нам неприятен. Сам человек, сама личность. То есть мы на человека вешаем ярлык потом, возможно, уже какой-то. И когда мы его увидим, мы знаем, что опять этот шмыгало пришел сюда. Ну, пусть мы уже с чем-то его сравнивали. Или, не дай бог, он нам кинулся грешил. А, опять этот пришел сюда, блудник. Вот Давид, блудник, пожизненно блудник. Все, давайте кличку дадим Давиду. Будем писать 45-й псалом Давида блудника будем писать. Да, фарисея, религиозный человек с удовольствием это сделал. Они пожизненно припоминали бы ему это. Но Бог говорит, я ваших греков не припоминаю. Если мы кого-то простили, вы не можете припоминать ему эти вещи? Поэтому очень важно, чтобы жить в Божьем благословении. Это что? Милость. Это понятно. Пойдем дальше. Что очень важно, чтобы жить в Божьем благословении и служить в Божьем благословении? Если вы хотите быть успешными в вашем служении, я вам расскажу очень важный духовный секрет. Очень важный. Это понимание духовного авторитета. Духовный авторитет. Вы никогда не достигнете полноты успеха в вашем служении, если вы это не понимаете. Что такое духовный авторитет? Очень просто сказано в послании к римлянам. Нет власти не от Бога. Но все власти Богом установлены. Если вы не поломаете в себе принцип греха – это непослушание. Непослушанием одного все стали грешные. Так сказано. Послушанием одного все стали праведные. В нас природа непослушания. А кто он такой? А он неправ? А кто поставил этого старшего школы? А кто поставил этого? А он неправ? Нам не хочется слушаться. Почему, когда приходит человек в монастырь, например, монахом хочет стать? Я, например, знаю правила Бенедиктинского ордена в Израиле. У меня просто есть друзья монахи. Я знаю, что если человек приходит и говорит, я хочу стать монахом Бенедиктинского ордена. Они говорят, пять лет ты должен просто пожить как послушник. То есть, ты не можешь монахом завтра стать. Ты просто, нет, ты, извиняюсь, год послушник, потом на пять лет ты берешь обед, и после пяти лет только ты решаешь, и они решают, берут тебя или не берут. 95% или 98% отсеиваются в первый год. Остальные в следующие пять лет. Потому что у многих там романтика, духовная, что-то еще. Это уходит в первый год. Почему первый год? Это послушник. Что с ним происходит? С ним происходит то, что ему помогают послушаться. Вот у меня друг, у него был сложный период жизни в Израиле. Он говорит, слушай, у тебя много знакомых, монахов, монастырей. Задай мне в монастырь. В монастырь хочу уйти. Я говорю, хочешь отправим. Я еще думаю, куда его? У меня есть хороший французский, хороший немецкий монастырь. В немецкий отправим. Как почувствовал, в немецкий она его отправит. Оказался прав. И вот он поехал туда, в немецкий монастырь. А всю жизнь работал здесь, в Израиле, в белой рубашечке, при кондиционере, при хорошей машине. И монастырь тоже не приезжает, там монахи, там все хорошо. Он, наверное, думал, может, энигма будет сейчас, там грегорианское пение в подвалах, там, ну, что-то, значит, романтическое. Ему говорят, хорошо, вот лопата, вот сад, надо каналу копать к оливкам новую. Ну, жарко же. Ну, ничего страшного. 10 часов в день копает канал. Первую неделю, вторую. Никогда в жизни не копал канал. Думает, да что такое. Притом, никто другой не копает. Он думает, знаете, сколько в нем произошло за неделю. Что он там, а настоятели подумал об остальных. Они же там не копают эту каналу. Они же там помолились, там, пошли, там, куда-то пошли, там, а ему копать каналу. И потом, когда он приобрел благодать, сильно Богом понял, что Бог хотел сломать в нем непослушание. И использовал этих людей. То есть, это все было мудро продумано. Не то, что они там раба себе приобрели или поиздеваться хотели над ним. Понятно, что в человеке есть то, что мешает ему войти в Божие благословение. И самое главное, это принцип непослушания. Этот принцип, понимаете, нам не хочется слушаться. Божие авторитеты даны, во-первых, для того, чтобы поломать у нас этот принцип и сделать нас послушными. Следующее. Бог всегда будет строго судить, если вы пойдете против авторитета. Даже когда авторитет неправ. Потому что с ним он сам разберется. Но с вами он разберется за ваш бунт. Ни одна в истории человечества революция не заканчивалась нормально. Ни разу. Начиная от Спартака, заканчивая Крещатиком. Ни одна революция никогда не заканчивалась ухудшением, кровью и еще какими-то вещами. Вы можете посмотреть все известные революции. Октябрьскую, французскую великую, известные исторические. Все было с правильными лозунгами. Всегда. Хлеб крестьянам, нет, землю крестьянам, по-моему, заводы рабочим, миру мир. Во Франции какой был лозунг? Свобода, равенство, братство. Правильные слова? Правильные слова. Чем закончилась французская революция? Отрезали головы всем, которые аристократы. Потом те, которые резали головы, им отрезали другие головы. А потом те, которые отрезали головы, им отрезали другие головы. Те, которые первыми всех убивали, их потом другие уже убили. Это был тотальный террор пошел. Понимаете, почему да Бог не благословляет революцию? Потому что бунт, он при правильных принципах. Правительство неправо. Там, как говорят, говорили, Ленин говорил, низы не могут, верхи не хотят. Или что-то еще. Смотрите, не вопрос. Если поставим какой-то авторитет, он может быть неправ. Но это не дает повод тем, кто под ним, идти против него бунтовать. Почему? Потому что нет власти не от Бога. Павел пишет, нет власти не от Бога, но власти поставлены Богом. Это он пишет, находясь в Римской империи, в которой управляли самосбродные тираны-императоры. Он не писал это в Америке при демократических выборах. То есть, он пишет, в какой ситуации. При диктатуре пишет. Правильно ли было написать ему, уходим в христианское подполье, создаем подпольную христианскую партию, и свергаем императора, и ставим свою христианскую власть. Всякий раз, когда христиане пытались захватить власть в политике, это заканчивалось тоже ужасом в истории. Великий богослов Кальвин, реформатор. Прекрасный богослов. Добился того, что ему еще и политическая власть в Женеве досталась. Никто бы из вас в городе не выжил бы в этом Женеве. За внебрачную беременность топили, казнили сразу. Запрещено было все. Там танцы запрещены были, неправильные прически забылили. Запрещено было давать детям имена не из Библии. Если это ребенка назвал не из Библии, не знаю, там 40 ударом палкой или тюрьма, казнил своих приемных детей. Представляете, человек добился политической власти. То есть не он добился, но он был взят на эту власть политическую. В Женеве на кострах сжигали еретиков. Это сжигали протестанты. Реформаторы это не католики делали. То есть понимаете, в Англии после католиков к власти пришли протестанты. Пуритяне с Кромвелем. Они такой террор устроили протестантский. Они ради Господа и Божьего Слова реки крови пролили. Ну сейчас я не о политике говорю, я просто говорю о том, что вообще очень важно понимать принцип духовного авторитета. Смотрите, Бог управляет на земле через видимые власти. Есть такие понимания, да я под Богом хожу, я не под кем. Сейчас много такого в интернете, сообщества, пастера все тираны. Мы сами по себе как бы пастемся. Мы пастемся в интернете. Все друг с другом дружим. То есть я не под кем, да. Такого не может быть. Ты не можешь быть под Божьей властью, если ты не находишься под выраженной Божьей властью. То есть это просто обман совершенный. Ты не можешь быть кошкой, гуляющей сама по себе, потому что мы не кошки, мы овцы. Овцы это стадное животное. Это не животное, которое я пошел туда, я пошел сюда. Овца находится где всегда? Вы видели, чтобы овца по городу ходила сама по себе? Ну это значит она потерялась, это овца. В единственном случае, что она могла утеряться, потерянная овца. Овцы находятся вместе в стадии. Смотрите, когда Моисей вывел народ из Египта, мы читаем про него, что это был самый кроткий человек на земле. Это был Божий человек Моисей. На него первыми, кто восстали, это были его родственники. Мириам и Арон, двоюродный брат его. То есть его родные восстали против него, потому что он женился на Эфиоплянке. Ну не Эфиоплянка, она черная была. И начали на него, кто такой, ты чего его взял? Типа мы же с тобой родственники, мы имеем это право. Да что, Бог с тобой одним говорит что ли? У них были аргументы какие-то, да? Они в панибратство вошли, ты наш родственник. Что происходит? Кто помнит, что произошло? Миря покрылась проказой и сидела проказой, покрылась ног до головы. Бог, куда вы полезли, ты мой авторитет. Тебе это черное не понравилось? Ну хорошо, будешь прокаженной сидеть за станом, всем не очищаться. Знаете, когда есть желание пойти против авторитета, всегда будут аргументы, всегда будут какие-то логические аргументы. Давид, когда Бог призвал его, долгое время уже был помазан, но официально царем был кто? Саул. Саул все это время пытался что сделать с Давидом? Убить его, гнал его. У Давида два раза была возможность убить Саула, правильно? Он был в несколько метрах от него. У Давида, как вы думаете, были аргументы убить Саула? Были. Вы согласны, что Саул уже реально гнал? Что Давид говорит? Я руку на помазанника не подниму. Вы теперь понимаете, почему он был по сердцу Божьему человек? Понимаете? По-человечески у него были аргументы убить Саула? Конечно, были. Саул уже был в ненормальном состоянии. Он уже непонятно что творил. Уже занимался спиритизмом каким-то. Все у него уже просто было. Давид уже все в помазании. Он знает свое призвание. Он говорит, я руку на помазанника Божьего не подниму. И помните, когда прибежал тот, который доколол Саула? Думал, сейчас Давид его наградит. И он говорит, я, я, Саула, ты убейте, говорит его. Он убил помазанника Божьего. Видите, насколько у Давида было понимание, что такое авторитет Божий. Насколько он понимал, что нельзя идти против поставленного авторитета. Что Бог не благословит его царство тогда. Поэтому, если Бог нас призвал, и вы хотите быть успешны в служении, вы должны принимать Божий авторитет. Вот сегодня есть Божьи авторитеты, которые Бог над вами поставил? Совершенные люди, правда, все здесь собрались? Просто все совершенные. Все руководство монастыря совершенное. Все вокруг совершенные. Вы просто только день и ночь пишете у себя в тетрадке, какие у них прекрасные черты. Насколько они справедливы по отношению к вам. Насколько все правильно здесь. Вы просто друг к другу собираете. Насколько здесь все правильно выстроено. Насколько совершенная здесь организация. Да я лучше в жизни не встречал. Я верю, что здесь масса неправильных вещей. Я верю, что здесь масса ошибок происходит. Я верю, что люди, которые Бог поставил над вами, несовершенные. И многие неправильные вещи делают. И у вас могут быть аргументы восстать внутренне, но Бог вас не благословит. Даже если вы будете правы по аргументам. Я вам рассказал, вы даже революцию можете сделать. И у вас даже можете лозунги правильно писать, и они будут соответствовать фактам эти лозунги, но Бог не благословит. Это не значит, что этот человек может все что угодно делать. Бог разберется с ним. Если он неправ, вы можете молиться за него, что Бог помиловал его и помог ему в чем-то. Да, это вы можете делать. Вы не должны как бы тупо закрывать глаза на несправедливые вещи. Вы можете подходить, вы можете в правильном духе пытаться говорить, но вы не можете восстать против авторитета. Потому что иначе Бог никогда вас не поставит в авторитетную позицию. Почему вам нельзя доверять власть? Потому что власть может доверять только тому, кто умеет находиться под властью. Если вы ходите в колоссальной власти духовной ходить, кто явил самую колоссальную духовную власть на земле? Иисус Христос. Он говорит, я нахожусь абсолютно в послушании у Отца Небесного. То есть его власть была проявлением абсолютного послушания. Понимаете? Поэтому нам нужно понять эти вещи. Если человек, он не уважает служителя, даже который не прав, то он не будет в полноте успешен в своем служении потом. А если, не дай бог, он еще ущерб церкви пронесет, я такие вещи встречал. Я говорил с такими людьми, допустим, говоришь с человеком, он говорит, да вот, ты пойми, вот так. Реально сильный служитель, реально сильно поднимается, реально нездоровая структура церкви, в которой он находится, реально тот, кто там главный, неправ. И человек говорит, я не могу, он не дает служить, не дает развиваться, он деспот. Я говорю, уходи. Ты имеешь право на это? Ты не обязан быть там. Но только выйди так, чтобы не разрушить, не расколоть, никого не увести, не громко дверью, без выкликов, сам дурак. Максимально лучше уйди с божьим благословением. Если не благословят, просто уйди. Но уйди спокойно. Почему? При всем том, что там неправильно, если ты нанесешь вред там, то впоследствии тебя Бог не благословит. С тем человеком он сам разберется. А что некоторые делают люди? У нас все неправильно. Раскалывают церковь, начинают свою церковь, раскалывают свою церковь. Знаете, кто-то раскалывает, допустим, если он начинает даже свое служение, раскалывает чужое служение, больше не сомневаться, он тоже самое переживет в своей жизни. Это просто будет вопрос времени. Когда это будет идти, по цепной реакции происходить, эти вещи. И он не сможет уже войти в полноту духовного авторитета, потому что он сам пошел против авторитета Божьего, когда-то в своей жизни. Поэтому от начала лучше такие вещи знать. Наше дело искать в себе кроткое, послушное состояние, что очень тяжело. Я когда уверовал в 93-м году, мне было 25 лет. Старше меня, может, несколько человек было там. Ну и бабушки еще были. Вообще-то была молодежь, младше меня пастор был. Пастору было 18 лет в церкви, я покаялся, представляете? Ну, молодежная группа была вот такая. Сами-то все уверовали, там только два года до меня, полтора остальные. Притом это все была такая среда людей. Они были из мира музыки. То есть там из разных рок-групп. Пастор это был лидер панк-группы. Они все были такие, знаете, из такой богемной такой среды музыкальной. А я уже по жизни как бы определенными вещами занимался какими-то. Я пришел, и вообще думаю, что за церковь понять не могу, знаете. То есть там неаккуратно. Ну, такое, знаете, такое. Было сильное Божие благословение, сильное Божие действие. Но многие вещи, они в моих глазах. Я через месяц, через два понял, что церковь идет не туда, пастор не тот, и нужно народ спасать. Не больше месяца прошло, по-моему, лиду, как я уверовал. Я понял, что нужно срочно что-то делать. Но я недолго, у меня бунт был 2-3 дня, где-то в смысле. Сразу один брат увидел это, видимо, со стороны. А, нет, не так было. Я к нему пришел, к одному из братьев, которого уважал. Я ему все рассказал, он все выслушал. Правильно все говоришь. Да-да. Ты никому еще не говорил? Нет. Ну, давай дальше мне все рассказывай. Я ему все рассказал. Он такой, ну, так-то факты все правильные. Говорит, у тебя только никому не говорил. Она пока об этом. И потом он показал мне на мое сердце, на мое состояние. Он говорит, факты правильные, но Бог разберется. Но ты-то в каком духе сейчас? Ты-то что делаешь? Ты куда прешь? Представляете, как Бог меня остановил? В тот момент, еще в начальном возрасте, духовном, я бы ничего не добился в служении ни здесь, ни в Израиле, ни где бы. Если тогда бы развалил бы ту церковь. У меня бы хватило бы аргументов, лидерских способностей и логики это сделать бы. И я был бы прав по всем пунктам, которые бы написал бы в своем революционном воззвании, декрете. Я бы даже лозунги придумал, там, Евангелие в массы, неважно, что это написал бы. Но Бог бы это не благословил. Понимаете? То есть мы, где бы мы ни оказывались, если есть поставленный Богом человек, не дай Бог вам поднять на него руку или язык свой. Дьявол очень сильно хочет подставить верующих, чтобы вовлечь, во-первых, увести их от милости, во-вторых, вовлечь часто против духовного авторитета. Сейчас в Ютубе что-нибудь только набери, там, все, кому не лень, там, а вы знаете такого-то пастора, а вы знаете такого-то, там, и все, да-да, он там такой плохой, и начинает там. Если вы даже такое где-то слышите, вы лучше уши закрывайте и бегите. Вам-то зачем? Вам это надо? Потерять Божие благословение. Прав он там, не прав. Нам какое дело? Нам зачем судить кого-то? Нам зачем идти против Божьего авторитета? Потому что дьявол, он хитро действует, он ворует авторитет и силу, вовлекая людей в осуждение и в такие, знаете, как бы анархическо-революционные состояния. То есть, сейчас такое бывает в христианах, знаете, как че-гевары такие. Мы за свободу верующих, мы овец выведем на свободу из деспотических церковных загонов. Ну, они их выведут, и куда они, и куда. Все разбегутся. И потом будет где-то, знаете, потом ты таких овец встречаешь через два-через три года, знаете, уже в колючках, уже заросшая такая, глаза дикие. Ты кулафту встречаешь, и она уже на тебя смотрит там. Знаете, глаза такие огнем апокалипсиса светятся. Все пастера лжицы, все идут в ад. Ну, я таких видел по интернету. Включаешь, он сидит, вещает у себя дома. Перед телефоном поставил его, и в YouTube там. Все деноминации от сатаны, все пастера дьявола. Ну, кто такой хоть раз видел? Это я не видел такой. Ну, понимаете, о чем я говорю? Может, вы не видели, не смотрите это лучше. И ты смотришь, явно уже овца совсем одичала. То есть, она уже, знаете, уже там, в смысле у него рога уже развернулись, там, шерсть такая скомкалась, знаете, она уже как-то отощала вся. Говорит правильные вещи, возможно, ну, как, знаете, диким голосом Паниковского, визгливым там. все годы, там уже визжит, как бы, там на визг переходит. Если вы хотите жить в Божьем благословении, поставьте перед собой главное, каждый день упражняйтесь милости. Второе. Божьи авторитеты вы не идете там. Я имею в виду духовные авторитеты, я имею в виду политические авторитеты. А как люди любят, да, там? А кто такой там Путин? А кто такой там, и не знаю, Порошенко, там, Ющенко, кто за кого, это, знаете, вам какое дело? Молитесь, благословляйте правительство, чтобы мудро политику вели. Натанияго, знаете ли, что значит, не знаете ли? У нас премиум-министр, то, чтобы мы молились за него, чтобы вести жизнь спокойную и безмятежную здесь. Мы должны благословлять наше правительство, мы не должны принять поношение на наше правительство, на другое правительство. Это власти. А вы знаете, что против кого сделано? Что знать? Мы живем в мирской системе, где полно на лжи построено. То есть не полно, а все на лжи построено. Но это не значит, что мы должны идти и разломать эту систему, это дух революции. Мы старый мир, что сделаем? Разрушим и построим наш, на развалинах мирской системы, построим царство Божие. Царство Божие не от мира, его настроится параллельно. Оно не строится, чтобы, знаете, что мы сейчас будем уничтожать, захватывать власть, захватим, что телеграф, что там, банки, и все под наш контроль возьмем. Духовный человек, это человек какой? Кроткий. У нас все воры, мэры городов, у тебя есть возможность молиться за мэра города? У нас есть возможность провозглашать, правда? Божие допускает вам, мудрость на этих людей сойдет. Так он же не верующий. Ну и что, что ослиться могла говорить от Бога? Если осел, может быть, то и мэр может быть под Божьим рука. Понимаете? Сердце любого царя в руках кого? В кого в руках сердца царя? В руках Бога. Как хочет, так и повернет. Нет власти не от Бога. Как непослушанием одного все стали грешными, так послушанием одного все стали... Есть два принципа во Вселенной. Принцип непослушания и принцип послушания. Понятно это? Есть два духа. Дух Божий и дух противления, который противится всему. Написано, будьте в послушании друг к другу, все схожжения друг к другу. А что ты мне указываешь? Кто ты мне такой? Кто тебя поставил надо мной? Понимаете, вот такие вещи. В ком такое поднимается? В каждом поднимается. Почему? Это наша природа. Что в дьяволе поднялось, когда он был не дьяволом еще? Ну мы не знаем, что в нем поднялось, но мы знаем, что это было... что это было гордыней и противление Богу. И написано, что сегодня вот этот дух действует в ценах противления. Так вот, если вы хотите, если вы хотите, чтобы у вас было духовное, физическое, материальное, душевное процветание, вы должны что? сеять правильные вещи. Посмотрите, это уже два закона. Вы должны первое, сеять правильные вещи. Второе, не сеять. что не сеять? Неправильные вещи. Вы тоже их пожнете? И равно, это еще не факт, что вы получите то, что надо. И что еще? Солнце должно, прийти, дождь должен пойти в Божие благословения. То есть, вы должны в правильном состоянии, не сказать Божие благословения, сеять правильно, не сеять неправильно. И не думайте, что все быстро происходит. Бог действует так же, как это было четыре тысячи лет назад. Вот допустим, я не знаю, когда люди начали кофе пить. Ну, допустим, хорошо, возьмем не так давно, там, пятьсот лет. Чтобы выпить чашку кофе, что нужно было сделать? Взять зерна, по крайней мере зерна взять. Еще не молоть вначале, они зеленые были. Вы должны были зерна обжарить взять. Потом что с этим зернами делали? Вы все, вы даже расходите пить его, если, как современный человек, сейчас ты подошел, еще к автомату, бросил, радчик, стакан, ты кофе выпил. Ты сейчас наверняка бы бросил кофе пить бы, если тебе нужно было бы пожарить, помолоть, заварить. Но вы поймите, что мы так же, как в современном мире, мы все хотим быстрее. Кто из вас еще помнит интернет от телефона в розетку телефонную? Или вы все уже некоторые не помните это? Телефонный интернет был такой. Такие звуки даже издавал. Сейчас все понятно, со временем поглядя в телефонах, там уже быстрая скорость. Раньше интернет такой был, втыкаешь в розетку в телефонную, она телефона идет, ты включился, ты включил страницу, ну сидишь, пара минуток у тебя страница открыла за минутку где-то быстро очень. Вы что, забыли, вы забыли этот интернет? Смотрите, насколько вы технологичны, вы забыли. У бабушки видели, по крайней мере. Как раз ты успеваешь там три страницы открыть за час. Раз смотришь, почта пришла, пошел, чай заварил, смотришь, почта уже пришла, загрузила. Сейчас, да, у тебя что-то на секунду ты уже нервничаешь, да, что такое? Интернет подвис уже там. Все должно быть быстро, да, все быстро, все быстро. И люди так же хотят, хотят, чтобы Бог быстро действовал, да. Бог меня должен благословить, Бог должен, помолился, что-то ничего не произошло. Али, вот так, я могу. Посеял, хочешь пожать сразу. То есть, ты посеял в апреле, 1 апреля, 5-го, пошел уже смотреть, уже раскопал землю, смотришь, зерно проросло, не проросло. Только времени ждать уже надо. Вы понимаете, как современный человек испортил современной цивилизации? Он думает, что Бог действует вот так, как кнопка. Ты все понажимал, помолился, все сделал, завтра все уже на тебя повалились там уже, все вещи там. Смотрите, во-первых, если ты сеешь, то, что ты посеял, должно прорасти. Аминь. ты начинаешь сеять правильные вещи, у тебя какая-то наоборот все неправильно. Слушай, ты еще старый пожинаешь, подожди. Ты такой, да я вроде все правильно делаю, что-то все не так пожинаешь. Подожди, ты только посеял, ты хочешь понять хорошее, и ты забыл, что плохое посеял. У тебя еще старое растет. Сколько ты насеял всего? Оно еще в сходы дает в твоей жизни. Подожди, дай времени, пока ты хорошие семенами засеешься. Пускай время пройдет. Научись в правильном состоянии перед Богом ходить. Все придет в свое время. Всему свое время. Тебе же не надо торопиться. Но нужно, чтобы быть постоянным и трудолюбивым. Пусть человек свойственно принимать правильные решения, начинать делать правильные вещи, через три дня результата нету, не работает. Идет другой принцип искать. Научить меня по-другому, у меня не получилось. Покупают новую христианскую книгу. Сеять нужно, за спину зерна кидать. А точно, вот почему мне не проросло. Оказывается, мне нужно вот так кидать зерна. Все, пошел накидал. Три дня прошло, не проросло. Так, быстрее в ютубе. Новейший способ самого скорого пророста семян. Обещаем духовный результат в течение трех дней. Все быстро, без усилий, бесплатно. Так, все. Методику прочитал, сделал. Может, даже заплатил, хотя это бесплатно, неважно. прошло три дня, потом еще три дня, потом еще, потом ты выходишь, у тебя вот такая гора семян, что столько насеял. В амбаре у тебя, уже знаете, ни земля, ни семена, ты все что-то сеешь, 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 всеми способами сеешь, жонглируешь и металл. Взял одно, посеял, дай ему прорасти. Куда ты торопишься? Бог знает, с чем сейчас с тобой работать. Во второзаконии сказано, что сокрытое принадлежит Богу. Второзаконие 29.29. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам, чтобы мы это исполняли в послушании. Люди не хотят исполнять то, что открыто, а хотят понять, что сокрыто. Так ведь? Тайны апокалипсиса. Мы хотим то понять, мы хотим вот это, новейшие откровения. То быстрее в космос духовный улететь. Бог говорит, слушай, начни простые вещи делать. Ты на земле стоишь, находишься. Начинай исполнять простые обязанности нормального человека. И все придет в свое время. Люди не готовы взять ответственность за то, что от них зависит, но пытаются провести жизнь в мечтах, в том, что от них не зависит. Так ведь? Вот посмотрите, сколько безинициативных людей сейчас умерло в интернете. Они обсуждают там, талибан там, в смысле, эти те, эти не те там. Вот он сидит, да, в своей квартире с грязной посудой там, в какой-то нищете, в неплаченных счетах, в заброшенной жизни, в разрушенной семье, но там он печатает там, комментарий Бенни. Там, да? Трамп не прав. Президент Трамп не прав. Конечно, Трампа только интересует мнение Бенни, да, в комментариях. В русскоязычных новостях, в израильских. Всем важно, что Бенни думает. А Бенни, вот если это Бенни, увидите его, кто сидит перед компьютером, ему нужно просто встать, отжаться, принять душ, помыть посуду и пойти чем-то заниматься, делом заняться. Я просто пример привел бытовой, также в духовной сфере. Бог дал каждому призвание, дал зону ответственности сейчас. Но люди хотят сразу, глобально, да, по-большому. Молюсь так сразу за всю Африку. Ну, а что мне тут молиться за этих в том доме, в соседнем? Помолюсь, так еще придется идти к ним, свидетельствовать. Лучше за Африку буду молиться. Получается, это глобальное мышление, но не предметное, не конкретное. Вы знаете, что если один человек приведет к Богу, за год, за год одного человека, это быстро у вас в церкви? Да. Через год этот приведет одного и этот приведет еще одного. Через два года их будет сколько? Шесть. Одного человека в год всего. Через 33 года это будет население Земли. Это геометрическая прогрессия. Понимаете, что такое? На этом стоит сетевой маркетинг. То есть, в бизнесе быстро схватили эту схему. Мы же хотим сразу стадионами захапать. Что, я мелочиться буду? Если ты будешь молиться, Бог тебе даст одного ученика, ты грамотного поднимешь одного ученика, который способен тоже одного поднять. Через 5-10 лет это будет колоссальное движение. У Иисуса Иисус вкладывался больше всего в трех. У него было 70-12-3 ученика. В некоторые места он только трех брал. Иоанна, Якова, Петра. На гору преображения, когда воскрешал там мертвую, только трех остальных не брал с собой. Вкладывался в 12 больше всего. Притом он от начала знал, что один предаст его. 70 ходил с ним. Он не был популист, он не собирал массы. За него ходила масса народа. Он говорит, что вы ходите за мной? Так оно было. Говорит, вы что за мной ходите? Там тысячи людей ходили. Стойте, говорит. Они остановились и говорят, хотите идти за мной, сделайте расчет. Вам это будет стоить жизни. Так он сказал. Если вы не готовы ради меня свою жизнь отдать, не надо за мной идти. И что? Все ушли. Осталось 12. Он говорит, Петру, а ты что стоишь? Не хочешь с ними идти? А куда нам идти? У тебя, говорит, слова вечной жизни, говорит, есть. То есть, понимаете, и вот эти 12 человек, ну, в центре, одного поменяли потом они, и вокруг них где-то собрались, они, маленькая группа на Римскую империю, я не знаю, на то время, может, там это было 2 или 3 миллиона населения, может, 10, могу ошибаться, не стуть важно. Без интернета, без напечатанных Библии, без Нового Завета его не было, он не был написан еще, без всего, без телефонов, без самолетов, без миллиардов, без финансовых там фондов, они за 100 лет захватили все, что можно в христианстве. Как так? А почему у них такой успех был? Потому что качественно занимались с тем, чем нужно было заниматься, не болтали, не занимались чепухой. Вот и все. Вот весь секрет. В деяниях написано, церкви были в покое, ходили в страхе Господнем, в утешении от Духа Святого умножались. Аминь. Было правильное состояние, в котором Бог умножал все это. Умножал, не прибавлял, а умножал. Это было умножение. Поэтому, что важно, сеять правильные вещи, потому что мы хотим всегда результат, правда? Без правильных вещей. Хочу, например, хорошо выглядеть, жири меньше, но я к себе говорю, не к вам сейчас. Я верой была, молился, Господь, хочу там. Он говорит, нет проблем. Нет проблем, я вам скажу, очень простой секрет. После обеда не ешьте углеводы, под вечер ешьте белки, после шести не кушайте, с утра ешьте все, что хотите. Сложно? Да несложно, уешься. Никакого голода, никакой диеты. Ну и еще плюс, позанимайся спортом, у нас приятно. Нет, Господи, помоги мне. Господи, говорите, помогут, что-то сделай хотя бы. То есть, ты хочешь лежать? Или раньше телевизор, теперь перед компьютером смотреть христианские, передача о здравом образе жизни, поглощая 500-й пончик, допустим. Но как бы это не сработает. Я это знаю, я это пробовал сто раз. Я на эти грабли наступал 500 раз уже, знаете, знаете, как вот педаль, вот так знаю, на барабане. Хочу вот это, Господи, ну давай, нет проблем, начинай. То есть, понимаете, Бог благословит тебя в правильном состоянии, если ты начнешь правильные вещи делать. Потому что, если ты не в правильном вещи, будешь, тебя тоже Бог не благословит. Господи, хочу быть вот такая и вот такой. Как налево пошел, все упали. Может, ты и станешь такой, но упадешь ты, рано или поздно. Если ты будешь свое тело превращать в выдуло, которому поклоняешься ты, и другие, чтобы поклонялись, да, вот богиня или божок пошел. Вы еще бицепс мой измерите. Нормально здоровый бицепс иметь, нормально там, ну, накачанный будет нормально, но если это становится культовым, да, это ненормально. И поверьте мне, если человек не остановится, бог поможет ему остановиться, чтобы эти идлопоклонские вещи в жир переросли быстро. То есть, все нормально, когда это не затрагивает сферу поклонения. Господу, Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Все, стоп. Нет другого сферы поклонения. Ладно, тело понятно. Мой мозг. Моя эруди... Знаете? Моя эрудиция, знаете, там, то есть, я голован. Смотрите, этот идол, мозг это инструмент для прославления Бога. Поклоняйся Богу, возлюби Бога всем своим разумением. Тебе ум дан, чтобы любить Бога, а не чтобы где-нибудь показать. То есть, видите, Бог эти вещи не благословляет. То есть, для нас очень важно, что сеять правильные вещи, не сеять неправильные вещи. Господи, помоги мне, чтобы я не болел, был здоровым. Да? Да. Слушай, а что ты... Ты должен... Бог тебя сконструировал, для того, чтобы ты правильно вещами питался, правильно пил там, допустим, двигался. Вы представляете, если один раз, я помню, не один раз, предыдущая машина, которая была у нас, Volkswagen, он был дизельный. Классный, Volkswagen такая машина, что она была многое куплено. Volkswagen, если ты специально не будешь убивать, он долго проживет. Немецкая качественная машина. Я помню, не хотел ее просто так продавать, и по дружбе недорого продал нашим ребятам. Они мне звонят на следующий день. Ты что нам продал, гадость какую? Ну, не гадость, она не ездит нормально. Я говорю, как она вчера ездила нормально? Но меня, значит, неудобно, что я подставил. Я приезжаю к ним, сажусь, завел на... Я думаю, ужас какой. А потом оказалось, что они вместо дизеля бензин заправили в машину. Можно было ее и маслом подсолнечным заправить, и чем еще там? Водой. Водой можно было залить. Понимаете? Ну, мы-то намного сложнее, и Бог нас конструировал, чтобы мы себя правильными физическими вещами, душевными вещами заправляли, духовными вещами. Если мы начинаем заправлять свой дух неправильным духом, я же хочу силы. Да пожалуйста. В очереди бесы стоят. Они в очереди стоят на твою душу. Не переживай. Ты только откройся. Хочу все видеть. Откройте третий глаз. Желающих открыть тебе третий глаз. Знаешь сколько? Сейчас век информации. Хочу вот это, вот это, вот это информация. Бомбимся информацией. Вы понимаете, вся ли информация правильная, которую вы в душу заправляете? Сколько вы информации загружаете в себя? Человек 40 лет назад бы, наверное, рыхнулся бы от количества информации, которая современная загружает за час. От количества информации. Мозг уже переработать не способен на это. Так мы и не перерабатываем. Мы просто, да, смотрим. Я помню, когда землетрясение было в Армении. Ну, я не помню, когда это было, там, 80-е годы. Я помню, я увидел по телевизору, я не верующий человек в землетрясение. Я настолько расстроился, чтобы его кровь сдавать. Приезжаю, а там уже очередь. Все люди пришли кровь сдавать, помочь людям. Все такие, аж прямо трясет, землетрясение. Сейчас ты в час получаешь, там убили тысячу, тут убили тысячу, тут кому-то голову отрезали, тут еще что-то. Ты даже не можешь это переварить эмоционально. Правильно? Ты просто забавлен фактами, которыми ты ни сердце не прилагаешь, ни голову не прилагаешь. Просто сейчас человек встал в машину, в которую заходит информация, в которую он даже не способен переварить эту информацию. Посмотрите, насколько все изменилось за 30 лет. Сейчас никто из вас, наверное, не выдержит фильм 60-х годов. Там кто-то вышел на улицу и пошел пить квас. А на улице шел дождь. Там и дождь успеет идти еще, и до кваса он дошел, и что-то еще подумал. Сегодня нормальный современный человек, который начинал литературу, он не выдержит Достоевского читать. Князь Мышкин шел по Невскому. Он идет три страницы по Невскому. Он что-то думает, что-то переживает. Сейчас как? Сейчас вот. Все фразами интернетовскими. Все быстро, четко. Ты не можешь даже... Тебя раздражает, когда длинное предложение даже. А что за фильм, если за пять минут не убили тысяч человек, не вылили три ведра крови? Или что-то еще экшен какой-то. Понимаете? Человек, он уже настолько перестроен. Ну, не все фильмы кровожадные, неважно. Просто люди, они настроены как будто на видеоклип. Их нужно развлекать, все быстро. И они в себя запускают мегатонны информации, которые разрушают их душу. Хочешь быть физически здоровым? Ешь правильные вещи, ешь неправильные вещи, занимайся спортом. По крайней мере, это не 100%, но все-таки это о многом говорит. Хочешь душевное здоровье иметь? Что? Контролируй то, что входит в твою душу. Контролируй-ка информация в тебе ходит. Разрушающая или не разрушающая информация. Пагубная. И нормируй эту информацию. Зачем тебе много информации? Кто из вас понимает, что такое похоть по информации? Сейчас, притом, дошло это уже до ненормальности. Человек вообще, у него разрушение произошло через плод, какой? Познание, через информационное. Так ведь это было? Он захотел знать. Сегодня дозвол до безумства уже. Желание все время все знать. Без тебя же не разберутся, да, Алиса? Ну как вот без тебя, знаете, там, Мел Гибсон, как это он? Никак. Ты должна знать, что у него происходит в семье. Руслан, возможно, молиться будет. Надо знать, что там происходит. Я вот сегодня успел все-таки прочитать, что Трамп президент сдал израильского разведчика русским. А зачем мне это нужно знать-то вообще? Хотя это 99% скорее просто уже информация слитая зачем-то. Как все остальное. Так нет же. Я с утра успел и помолиться, и почитать. И все-таки всунул свой нос туда. Или в поезде, в телефоне посмотреть. А зачем? А мне это надо? А вы знаете, сколько за день в меня такого вошло, чего мне не надо? Вы думаете, это не отпечатывалось в вашем сознании? Или подсознание? Не думайте, что так. Понимаете, мы сеем неправильные вещи, мы не сеем правильные вещи. Или мы столько засеяли неправильных вещей, а потом туда сернышко, слово божьего. Знаете, оно такое летит в тебя, а там уже ютубы, MTV. Он такой, раз, и вот так. Ты такой, что-то не работает. Так у тебя внутри, в сердце даже не каменная почва, там мясорубка какая-то. По раздроблению божьего слова, перетиранию, там уже в тебе уже непонятно, что происходит. Итак, физически, духовно, душевно, по жизни, во взаимоотношениях, в успехе нужно сеять правильно, не сеять правильно. И что? И ходить в правильном состоянии, чтобы что? Поймать Божие благословения. Без перерыва. До скидки мы должны быть? До половины или до скидки? Хорошо. 15 минут. Сегодня мы две вещи коснулись. Какие две вещи? Что вы хотите Божие благословения поймать? Я сказал, это не фортуна. Это не птица счастья завтрашнего дня. То есть, это не то, что там Богдана подфартила, Бог благословил. Знаете, рулетка, в смысле, кому-то повезло. А вот Маше не повезло, что-то как бы так. Это не рулетка Божьего благословения, оно действует четко по Божьим принципам. Понимаете, если вы в правильном состоянии ходите, я вам сказал, какое первичное правильное состояние, которое нужно просто себя дисциплинированно каждый день в себе воспитывать, взращивать, упражнять. Какое самое главное? Это милосердие, милость. Понимаете? Вы читали в этом Библию? Вы верите, что не я придумал. Что это не я придумал, что нужно милости. Бог что говорит? Милости от вас хочу. Что ты, Господи, хочешь? Милости? Да я тебе вот это, вот то. Я имение раздомлю, тело сожгу. Он говорит, без любви это не стоит ничего. Без милости это вообще не стоит ничего. Ты можешь себя в жертву принести, но не в правильном состоянии. Эх, погорячился парень. Зря я это сделал. Понимаете? Следующее, о чем мы говорили сегодня. Какой важен духовный принцип? Духовный авторитет. Еще есть разное. Сегодня просто не будем больше брать. Достаточно, чтобы сейчас тоже не засеять кучу зерен, чтобы потом сидеть, сортировать у себя. Потом в тетрадке непонятно, что такое количество информации. Хорошо, давайте мы сейчас 15 минут поговорим на эту тему. Что значит поговорим? То есть вы будете говорить, не я буду говорить. Я и так был, как говорящая голова сейчас. Слишком долго. Давайте так, кто что хотел бы сказать по этому поводу? Что-то для вас новое открылось, это интересно. Ты бы сказал, я вот так не думал, допустим. Или вы подтверждение получили. Или как вы поняли. Громко говорит, тоже на камерах запишите. Хорошо, спасибо, Руслан. Кто еще хотел бы сказать, что-то? Давайте так говорить, Света. А следующий пускай руку поднимает. Потому что вдруг двое подниму, чтобы не было переклички. Продолжение следует... Хорошо. Только на опыте, только на опыте жизни все это можешь понять. Никто тебе не распишет памятку. Пока ты не начнешь жить, пробовать, Дух Святой, который в тебе, он тебя всему научит. Но ты должен начать что-то делать, сеять правильно, неправильно, что-то еще раз. Дух Святой направит. Но он направляет, когда мы учимся, когда мы имеем опыт и практику. Это только опыт. Ну, скажем так, тот пример, который я привел, не в комнате, что-то есть лейки, а природно. Мы зависим от дождя. Конечно, мы можем и тоже произвести... Вот, например, я поливаю деревья, которые у меня растут во дворе. Хорошо. Мы зависим, с одной стороны, от дождя. С другой стороны, можно добавить, чтобы тоже должны поливать. Чтобы вы... В принципе, это иллюстрация, то, что мы говорим. Это не 100% так. Это просто иллюстрация. Как бы вы ответили на вопрос Томира? Что мы должны поливать, чтобы семя взросло? Что еще, наверное, может быть? Ну, Слово Божие, допустим, посеяно или что? Например, я бы сказал так, если перейти в категорию образов, я бы сказал, постоянство. Постоянство дает вырасти чему-то в нашей жизни. А постоянство что может? Ну, допустим, ты... Что такое постоянство? Например, это даже просто в порядке вещей обычных, недуховных. Если ты хочешь выработать привычку, тебе нужно минимум 21 день каждый день. Потому что у тебя белковый состав мозга меняется за 21 день. И у тебя меняется... У человека 20 день проходят циклы. Это минимум. Иногда нужно 42, иногда нужно 63. То есть 3 цикла, чтобы что-то конкретно поменялось в человеке. Но это так. Это просто так, человек устроен. А если брать духовные вещи? Например, ты посеял какую-то духовную вещь, допустим. Ты должен постоянно в постоянстве быть в этих вещах. Ты должен каждый день, допустим, по этому поводу молиться, слово. И при том важно, чтобы Бог тебе что-то одно высветил, и ты в этом одном двинулся. Долго в этом прошел, не очень быстро. Это также, например, ты иностранный язык хочешь учить. Если вы хотите изучить новый язык, вам нужно учить каждый день. Хотя бы 15 минут. Это будет намного больше, чем вы будете учить раз в неделю, несколько часов. То есть постоянство понемногу намного сильнее, чем просто что-то. Так это в духовной жизни. То есть если ты должен каждый день молиться, читать слово, общаться с Богом, пускай это будет мало, но постоянно. Это как капля, которая капает, 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 капает. И что может сделать? А ты собери все эти капли и вылить одноразово. Они такой эффект не произведут. Ну я просто сейчас говорю, что ты такой интересный вопрос задал. Я бы, допустим, сказал, что это постоянство важный фактор, чтобы все проросло, что от нас может зависеть. Стабильность это как бы есть, но постоянно. Мы должны быть как бы постоянные в том, что мы должны, смотрите, если мы что-то начали, доведите до конца это. Потому что людям характерно стартовать, но не финишировать. Иногда в христианской жизни это череда стартов. Все время. Поэтому на старте почему-то уже поздравляют всех. Кто сегодня готов выйти, помолиться, все вышли, всех уже поздравляют, он уже нам Богу наобещал, там три короба у сцены. Все, его обнимаем, все, молодец. Слушайте, он только стартовал еще. Вы его обнимаете, когда он добежит до финиша. Это, получается, триумфальные старты. А что тут за триумфальным финишем? Поэтому не надо много говорить туда, на небо. Экклезиаст говорит, ты на земле, Бог на небе. Ты много-то вообще не говори туда. Надо за слова свои отвечать, то, что ты говоришь. Сказал? Не сделал? Подожди. А мы что, говорим? Не делаем. Начали, до конца не довели. Другое начали, за это схватились, за то схватились, дайте то. Все. Но на самом деле духовный рост идет этими циклами. И если ты, допустим, цикл не прошел, не вырос, то что ты по кругу будешь кататься. Как в пустыне, там 10 лет, 20, 30, 40, 50, 60. Забрали. Пришел к Господу. И стало мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, кто еще, что сегодня уразумел? Можно я... Я просто... Я не понял, что он не видел, кого он пришел к Богу. Я ошибся в этом. И для меня, в то время, в том числе, 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 в том числе. Я не съел, как в торгозе. понятно хороших ну как бы у тебя страшно верну хороший по всем показателям по отношению ко мне они поступили очень несправедливо и я огорчилась и я достигал в себе это огорчение вот сейчас через свидетельство просто буквально меня отличили что власти над стороной стоящей как бы они не поступали просто имея в сердце желание и на самом деле нужду научиться их прощать почему? потому что именно сейчас я через свидетельство получил откровение что это очень важно очень важно потому что ну как бы были вопросы но почему это в честь на месте а вот ответ то есть власть имущие да не просто власть имущие которые я пришла и говорю я старше я не обманывался власть которая имущая от Бога они на самом деле они люди свойственно им ошибаться и свойственно им допускать какие-то свои собственные человеческие ошибки но если ты за это цепляешься и ты с этим живешь ты сам лично не продвигаешься ты сам лично просто мертвый из-за этого я вообще получил прежде всего я ночью я вам хочу сказать что спасибо Марина то что я вам сказал вот я то что с вами говорил я практически эти вещи все соотношу со своим опытом с наблюдением то есть я не просто теорию вам говорю я видел много-много разных вещей я люблю анализировать смотреть наблюдать за разными вещами я реально видел успешных людей в жизни в служении это люди были милостивые и послушные и Бог их поднял потом за их послушание то есть они были послушные они были исполнительные они ломали в себе непослушание и потом Бог их начинал поднимать но тот кто любит судить любит осуждать любит противиться любит не соглашаться он обрекает себя на бесплодие поэтому если у вас такие вещи есть начинайте избавляться от них потому что они воруют божьи благословения вашей жизни аминь пускай Господь тебя благословит как раз сейчас пойдем вместе на обед вкусный суп там я уже